Кандидат в президенты вправе иметь на избирательном участке до трех наблюдателей, которые в день выборов имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Наблюдатели должны быть зарегистрированы в Центр избиркоме. Они не имеют права вмешиваться в деятельность участковой избирательной комиссии. В предвыборном штабе Леонида Дзабжба нам сообщили, что от их кандидата наблюдатели будут представлены на каждом избирательном участке. На сегодняшний день работа на самом деле кипит. И по поводу наблюдателей это в первую очередь. Мы, конечно же, планируем закрыть все участки. Думаю, что на 50 с лишним процентов по три человека у нас будут. Ну, возможно, на каких-то участках будет по два человека. Но то, что они будут на всех участках, это неоспоримо. Мы просто видим по тем людям, которые к нам сами тоже приходят и хотят быть наблюдателями. Конечно же, мы с ними занимаемся. У нас есть ребята-юристы, это и Аляс Хиба, это и Гена Арзенба, которые помогают, объясняют, рассказывают. В принципе, у нас есть, конечно же, и брошюры по выборам президента. Всего в Абхазии более 160 избирательных участков. Соответственно, каждый кандидат в президенты вправе иметь штат наблюдателей как минимум в 500 человек. В предвыборном штабе Мираба Кешмаре нашей съемочной группе рассказали, что с наблюдателями от их команды проводятся подготовительные тренинги по программам, созданным ЦИК. Формируются наблюдатели из числа актива, которые находятся на местах в каждом районе, на каждом участке. Наблюдатели, конечно, будут на каждом участке представлены. С ними проводятся определенные тренинги по тем методикам, которые нам предложил ЦИК. Им выдаются блокноты, соответствующие блокноты наблюдателя. Юрист предвыборного штаба кандидатов в президенты Рауля Хаджимба Тимур Голанзе уверен, что именно от наблюдателей в день голосования зависит справедливость итогов выборов. По районам мы проводим, естественно, тренинги. Мы заготовили для них инструкцию для наблюдателей. ЦИК со своей стороны тоже какие-то тренинги проводит. Но мы на это не надеемся, мы сами их тренируем. Что хочу сказать, мы выборами занимаемся очень долго, лет 10. У нас есть уже, можно сказать, профессиональные наблюдатели, которые из года в год совершенствуются. Работа, но тем не менее, молодежи много в этот раз подключилась к процессу. Мы надеемся, что наши наблюдатели грамотно сработают и хоть какую-то часть возможных нарушений предотвратят. От них очень многое зависит. Мы можем быть уверены в том, что выборы прошли прозрачно, только со своей стороны. Если мы будем уверены, что наши наблюдатели были допущены на все участки, наши наблюдатели, соответственно, с законом пользовались всеми своими правами. В пресс-службе предвыборного штаба кандидатов в президенты Аслана Бжания от встречи с нашей съемочной группой отказались, однако заверили, что и в их штабе ведется активная работа с наблюдателями, и в день голосования они будут представлены на каждом избирательном участке. До президентских выборов осталось 4 дня. Элеонора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ